Дух, Душа, Пар, Парить, Воспарить Говорят ли вам о чём-то эти слова? А ведь все они напрямую связаны с русской баней, традиции, которая берёт своё начало ещё со времён Крещения Руси. В современном мире далеко не все придают значение истокам, но есть среди нас люди неравнодушные, которые готовы сделать многое во благо других людей и во имя возрождения старинных русских традиций здорового образа жизни. А культура русской бани – это неотъемлемая часть, поэтому этот элемент нельзя потерять, надо, наоборот, его развивать. Поднимать, показывать и рассказывать, что это такое, потому что как непобедимо русское оружие, так непобедима русская баня. Те, кто ходит в баню, будут здоровы. Если будет здоровая нация, будет здоровое государство. Если государство будет заинтересовано в том, чтобы люди были здоровы, вот, собственно говоря, и перспектива. Русская баня, как русская традиция, способствует тому, что мы все, члены государства российского, должны быть здоровы и подвигать свое государство. Вперед! Чтобы возродить народные традиции, популяризировать среди населения здоровый образ жизни и рассказать молодому поколению о культуре парения, в нашей стране был создан ежегодный фестиваль русской бани. И прямо сейчас нам представится уникальная возможность взглянуть на культуру русской бани глазами людей сопричастных, глазами судей и участников чемпионата, которые долгие годы посвятили этому непростому искусству оздоровления души и тела. Международный чемпионат по парению на кубок мастера русского пара — гордость знаменитого на всю страну банного комплекса «Сандуны». С какой же целью было придумано это мероприятие? В фестивале русской бани проводить очень необходимо. Необходимо прежде всего для того, чтобы наша русская культура не загнивала, чтобы русская баня была в каждом русском человеке, потому что русская баня — это большое, неизведанное пространство, в котором нет конца и края. И каждый раз, приходя в баню, задаешь что-то новое. Чем больше я сам набирался какого-то опыта, где-то путешествуя, где-то с кем-то общаясь на форумах, на фестивалях, тем больше я погружался в бытность, в историю Руси, откуда, собственно, и пошла русская баня. И я понял, что, наверное, если чем-то надо в жизни заниматься, то надо возрождать бытность, традиции, потому что я русский человек, потому что я живу в России. Ради того, чтобы обменяться опытом и продемонстрировать таланты, каждый год в Москву прилетают лучшие парильщики со всех уголков России и ближнего зарубежья. В сентябре 2015 года прошло пятое по счету соревнование знатоков старинного искусства парения. Кто-то из этих сильных и талантливых ребят получит почетное звание «Мастер русского пары». Но главная задача участников, которых вы прямо сейчас видите в кадре, передать свои знания и умения потомкам. Для меня это образ жизни, потому что баня, хорошая баня с качественными вениками и легким паром исцеляет не только тело, но и душу. Конечно, хочется победить, естественно. Если пройду в финал, то, конечно, покажу все, на что способен. Соревнования, да, это, конечно, в первую очередь конкуренция между своими ребятами и коллегами, которыми вместе работаем. Ну, в первую очередь, работа над своими ошибками, над самим собой. Все на позитиве. Здесь, я не могу назвать это соревнованиями, здесь нет соревнованческого духа, здесь как-то обмен опытом и гостеприимные отношения. Здесь просто как в гостях хороших, ну, знакомых, даже друзей. 14 мастеров пара прямо сейчас будут показывать чудеса своей оригинальной техники. Каждый здесь единственный в своем роде. Как не родилось на земле двух одинаковых людей, так не существует в природе и двух человек с одинаковым подходом к бане. Знакомство друг с другом, крепкие рукопожатия, медицинский осмотр врачей и жеребьевка позади. Каждый банщик получил свой номер для выступления. А вот судьями чемпионата в этом году выступают корифеи бани, уже боровшиеся за титул лучшего из лучших. Русская баня, это в принципе, можно сказать, что это здоровый образ жизни. А так как на данный момент многие люди стремятся к этому, стремятся к красоте, к молодости, поэтому я думаю, что развитие Русской Бани будет всегда. Я считаю, что каждый русский человек должен знать очень хорошо свою историю и гордиться тем, что он русский человек, что он живет в самой большой стране мира, с самыми мощными, сильными традициями. Задача участников непроста. Для парения каждому из банщиков дается всего 15 минут. И в заботливые, сильные руки конкурсантов попадают не профаны, а профи, судьи чемпионата. Каждого арбитра будет парить один из участников. Это даст судьям возможность лично ощутить таланты конкурсантов. Баллы остальных основываются на увиденном. Банщики, они изначально не могут быть плохими людьми, потому что банщик – это человек, который пошел делиться с человеком своим теплом, своей любовью, своей радостью. И находиться в пару, работать и не любить человека невозможно. Сандуновские бани. Сказать, что это место музея, ничего не сказать. Парадокс. В центре, шумной и захламленной пафосом и погоней за деньгами Москвы, сохранился уголок спокойствия, где с 1808 года царит невероятная атмосфера, лишенная всякой суеты. Конечно, сандуны поразили меня вот этой вот своей архитектурой, своей красотой, своей такой вычурностью, сказочной. Ну и вот сегодня мы пришли с детьми, с внуками, вернее, уже своими. И тоже самые дети любовались на интерьеры этих замечательных бань. И очень радостно, что практически они сохранились в том первозданном виде, в котором и были построены. Это очень важно. Все судьи и участники фестиваля русской бани – это люди, которые живут национальными традициями. Когда-то баня коренным образом изменила их физическое состояние, подарила им здоровье и новый взгляд на жизнь. Своё первое знакомство с русской баней я получил в 1986 году, когда занимался спортивной гимнастикой. При занятиях были очень тяжёлые физические нагрузки, и тренер посоветовал ходить в баню. Для этого делился специальный день, у нас был четверг, чистый четверг. И я понял, что очень много схожего для меня в ней есть. То есть я мог давать человеку расслабление, облегчение. Работа парильщиком – это серьёзное дело, это серьёзное ремесло. И им нужно умело владеть, умело обращаться с паром, умело обращаться с русской печью, с парной. Когда работаешь с человеком, а в парной мы работаем с людьми, понимаешь безграничность того дела, которым ты занимаешься. Казалось бы, ну что можно сделать с человеком в парной за отведённые 15 минут? Оказывается, не просто можно, но и нужно. Самое главное – раскрепостить его, войти к нему в доверие, доставить бане не муки, а истинное удовольствие. Я бы тоже, конечно, попаривался. Вот желание-то есть, даже пот пошёл. Но обязанности. Я сейчас в данный момент говорю, а у меня мурашки идут. Я потому что знаю, о чём я говорю. И эти вещи, они не передаются словами. Невозможно это сделать. И вот я хочу, чтобы в это состояние человек погружался в общественной бане. Он погружается в это, в индивидуальном парении. Когда он приходит к тебе и получает банную историю, сказки эти банные. Он улетает, парит на облаках, возвращается. Он смеётся, плачет, он спит, он бодрствует. Вот происходит эмоциональное расслабление, физическое расслабление. Взглянуть на фантастический праздник в Сандуны каждый год приезжает масса желающих. От мала до велика. Для меня русская баня – это в первую очередь русские традиции. Хорошее настроение, приятные эмоции, очищение организма. Праздник замечательный, очень весело, красиво. Приходит очень много замечательных людей. Хожу сюда каждый год и буду приходить ещё. Мне пять, и я с папой ходила, и там была такая баня. Я там папу мучила обливанием холодной воды. Мне здесь очень нравится, здесь очень красиво. И мне с мамой сюда надо будет обязательно съездить. Главная цель фестиваля – призвать людей к здоровому образу жизни, развенчать обидные для всех ценителей пара мифы и рассказать миру о настоящей, исконно русской бане. И это большое благое дело набирает обороты. Национальный дух и старинные традиции, как жизнь не старается доказать нам обратное, в душе русского человека неистребимы. В этом и есть наша главная сила. Первый раз, да. Шикарная атмосфера, обстановка, очень нравится. Я думаю, что я сюда приеду, обязательно как-нибудь попаримся. Это мероприятие, эта баня дает возможность понимать, что иногда так можно отдохнуть и релакснуть, чтобы дальше все больше и больше было жизненных сил и энергии на продолжение того, что ты хочешь делать дальше. Прочувствуйте особую атмосферу фестиваля. Конкурсанты, едва знакомые взрослые люди из разных концов страны вроде бы приехали в Москву не шутки шутить, но общаются так, будто знают друг друга по сто лет. Здесь, как в детстве, всем правит юмор и творчество в чистом виде. Владимир Жириновский, частый гость Сандунов, посетить фестиваль согласился с радостью. Бань много, фестивалей по России много, надо нас объединять всех, брать, что называется, под крыло, организовывать. Каждый год по всей стране. У Владимира Вольфовича давний и, что не может не радовать, взаимный роман с Баней. Впервые он пришел в Сандуны еще мальчишкой в 1962 году. С тех пор этим величественным сводом не изменяет. В мире нет лучше Баня. Вот. Великолепно все. На наших ногах находятся сверхчувствительные температурные рецепторы. Через них в нервную систему поступают первые сигналы о прогреве. Начав прогрев с ног, опытный банщик постепенно поднимается выше. В этот момент он старается прочувствовать все желания гостя и устанавливает с ним эмоциональный контакт. Самое важное – это все-таки отношение к тому, кто лежит на полочке. Это самое главное. Потому что, когда мы работаем с человеком, мы должны вслушиваться, чувствоваться в него и дать ему не так, как я, умный Вася, себе придумал, не так, как умный учитель меня научил, а дать столько, сколько нужно тому, кто сегодня пришел. А он каждый раз приходит разный. Запомните, истинный ценитель русской бани никогда не заставит вас терпеть невыносимую жару и не станет до умопомрачения хлестать вениками. Кто сказал вам, что такой метод вас оздоравливает? Прежде всего, вам должно быть комфортно и приятно в руках мастера. Эти люди – истинные врачеватели души через тело. Для меня очень приятно в процессе парения, когда выходит модель, клиент попаренный и счастливый, и говорит, вот, мне приятно и хорошо. Тогда моя душа в войне радуется. Находиться в парной можно только лежа, иначе температура вашей головы и ступней ног будет разниться примерно на 10 градусов. Это удар для тела. Вы неминуемо почувствуете себя плохо. Голова станет тяжелой и начнет кружиться. Вместо токсинов и грязного пота из организма начнет улетучиваться межклеточная жидкость. Среди людей, которые занимаются этим профессионально, уже какие-то тонкие моменты, которые касаются безопасности клиента, своей собственной безопасности, какие-то интересные элементы, фишки. Это все обмен богатейшим опытом. И многие ребята как раз это берут к себе в работу. И отзывы их клиентов после того, как они приезжают с фестивалей, соревнований, говорят о том, что их уровень намного вырос. История фестиваля русского пара началась в Суздале. Первые три года он проводился в этом красивейшем русском городе при поддержке Сандунов. Автором этой замечательной идеи выступил Игорь Кехтер, в настоящее время мэр города Суздаль. Вообще я родился в Сибири. В достаточно большой деревне, где каждая деревня имела свою баню. Вообще это как бы с детства. Второй элемент такой сильный. Когда я служил, службу проходил на Крайнем Севере, мы свою жизнь мерили банями. Потому что так было короче и интереснее, от бани до бани. И уже когда уволился, стал доработать в Суздале, сделали банный комплекс. И в принципе уже назрела идея, что должно быть появиться некое сообщество, интересное по продвижению, по популяризации, по восстановлению традиций русской бани. Поэтому так родился идея первого фестиваля русской бани в Суздале. Летом 2015 года в нашей стране прошел еще один фестиваль русской бани. Гостеприимным хозяином для всех любителей банных традиций стал Алтай-батюшка. В живописные места курортного городка Белокуриха побороться за звание лучшего парильщика Сибири приехали мастера из Новосибирска, Красноярска, Барнаула и других городов региона. Судьи выбирали победителя из 10 достойных претендентов. Лучшим стал Евгений Щербой из Красноярска. Эта победа подарила Жене заветную путевку в московский финал. Итак, финал. Из 14 по решению жюри их осталось всего шестеро. Но кто получит титул в этом году, большая загадка. Выбрать победителя среди таких самобытных характеров и ярких личностей – дилемма. Я сейчас поставлю теплую ванночку под ноги. Для чего? Объясняю. Для того, чтобы подготовить температурные рецепторы уже. Как они работают и почему именно так? Не сразу горячую воду на голову, а сначала предупредить тело о том, что будет контраст. За каждым движением профессионала скрывается богатейшая история. Петр попросил легкого спортивного парения. Мы этому предоставим. Будет круговая парочка. Венечки буду использовать для ингаляции вихтовые. У каждого из этих ребят сугубо личная техника и подход к искусству бани. Это как почерк или характер. А излюбленный россиянами веник в руках мастера превращается не в предмет для похлёстываний, а в лечебный инструмент для доставления удовольствия. Сегодня у меня задача чуть-чуть сложнее. Я постараюсь пропарить, прогреть. Я буду использовать полотенце для того, чтобы сохранить, во-первых, свою работу, а во-вторых, для того, чтобы сохранить тепло на ножках моего гостя. Как ни странно, русская баня ассоциируется, ну, больше с разгуляем, с выпиванием горячительных напитков. На самом деле это не так. Это изумительная оздоровительная процедура. Это процедура, где идёт отладка звучания человека, потому что ритмы большого города, другие люди зачастую часто сбивают нас со своего звучания. От этого в теле появляются болячки. И правильное звучание, своё звучание, оно восстанавливает тело. Оно восстанавливает тело, приводит в порядок душу и мысли. Вот и наступил момент подведения итогов пятого международного чемпионата по парению на кубок «Мастер русского пара». Судьям пришлось не сладко. По каким основным критериям шёл отбор? Как оценивалась работа ребят? Для меня самый важный критерий – это то, насколько человек, который взял веники в руки, чувствует и слышит того, кто лежит на полочке. Я оценивал по таким критериям, как подготовка парной, техника парения, общение с клиентом, контролирование его самочувствия. Это, я думаю, самые важные аспекты в этом деле. Есть алгоритм парения. И я судила только по этим критериям. Мы чувствуем то, насколько человек работает, скажем так, душой. Насколько он вкладывает душу в свой веник. А это самое главное в работе банщика – вложить душу и сердце, свою энергетику в веник и передать её человеку, который лежит под веником. Итак, кому же достанется почётный титул «Мастер русского пара-2015»? Нашему судейскому комитету пришлось туго, потому что ребята выступали очень здорово. И поэтому я с радостью объявляю, что первое место на нашем чемпионате занял Станислав Банин. Есть большая мечта, офигенная мечта. Говорят, молчи, не говори. А я говорю, нифига, я её всегда говорю и трезвоню. Я хочу, чтобы люди, очень много людей в одном месте, в каком-то, и очень часто парились в бане, не били друг друга, не издевались друг над другом, не умничали, ничего не делали. Они просто кайфовали. И ещё раз повторюсь – парьтесь в бане, а не в жизни, а! Пожалуй, нам только что поведали главный секрет живительной силы русской бани. Отдавай добро, дари удовольствие, ощущай кайф, и ты получишь всё это в ответ сторицей. Ну, я считаю, что фестиваль удался, и действительно, обещания наши, которые мы давали на прошлом фестивале, они даны не зря. Хотел бы всем участникам сказать огромное спасибо. Огромное хочу сказать спасибо нашим сотрудникам, сандуновцам, за помощь в проведении этого фестиваля, потому что не было бы без них нашего праздника. И судьям хотелось бы сказать большое спасибо за то, что они нашли время и прибыли к нам на чемпионат. Приходите в баню, и вы поймёте, что такое божественный, неуловимый процесс возвращения тела к душе. Не это ли и называют в нашем мире моментами истинного счастья? Всем хочу сказать спасибо всем участникам чемпионата. Ощущения классные, кайфовые, есть к чему стремиться. Очень рад. Спасибо организаторам, спасибо сандунам. То есть положительные эмоции остались, я думаю, на весь год. Ребята, мы волшебники. Заказывайте, сбывается. Вообще 33 секунды. С лёгким паром и с лёгкой душой. Благодать и благословение Они спошли на подручных своих Дай нам Бог совершить омовенье Окуная, слетая святых Здесь нет голых, стесняться не надо Что кривая рука до нога Здесь подобие райского сада Пропуск всем, кто раздет до нога Спасибо. Продолжение следует...